Вот, и потом стартануло ЕГЭ, и всё, и полетело. Вот в Москве вы учитесь в какой-нибудь школе, там, не знаю, четыре цифры надо помнить, а в Карелии надо помнить одну. Да. Чувствуете, да, что оно того стоит? С 88 баллов подняли до 100, просто за то, что они написали апелляцию, что я не согласен с выставленными баллами. Ну, давай вот это вот опустим, да, вот это вот мы говорить не будем. Ну, в общем, скажем так, не так сложно пройти отборочный этап, если действительно хотеть это сделать. Твое призвание финансист, не забывай про это. Это вот может быть такой звоночек, и ты такой уже пам-пам. Всем привет, ребят. Ну что, вот мы с вами на очередном подкасте. Передо мной легенда Антон Орешкин. Он занимался у нас на курсе в прошлом году, сейчас учится в МФТИ на физтехе на первом курсе. И, ну, надо сказать, как я, видеоблогер. Здесь тоже есть какие-то подкасты снимаешь, ролики. Я видел, что там ролик самый популярный про iPad выпускал, по-моему. Достаточно много. 500 тысяч, да, где-то? Нет, нет, 150. 150. Ну, как бы все равно это солидно. Это солидно. Ну, то есть iPad реально тема, да? Да. У меня его никогда не было. Ну, ладно. Мы здесь собрались, чтобы немножко обсудить учебу на курсе, потому что Антон занимался у меня на курсе, а я нет. Поэтому узнаем какие-нибудь внутренние моменты. И в целом про олимпиадный путь, потому что получилось в итоге взять олимпиаду. Ты призер. Миссия выполнима. Миссия выполнима. Твое признание финансиста. Но учишься не на финансиста. Нет. Вот так вот. Ну, что-то смежное все-таки. А какой факультет? Я поступил на совместную программу от МФТИ и Московской школы управления Сколково. Ага. Это... Школково не отпускает, да? Это Сколково. Ага. Это Сколково, да. Некоторые, кстати, путают, не знают, что Школково и Сколково не связаны вообще. Да, да, да. Вот. И это факультет бизнеса высоких технологий. Ага. И, ну, суть программы в том, что мы два года учимся в МФТИ, третий год учимся полностью в Сколково, и четвертый год это полностью практики, ну, стажировки в компаниях-партнерах Сколково. Ну, вообще интересная штука. У нас выйдет подкаст также у Антона. Наверное, они там плюс-минус одновременно выйдут. Так что ссылочку на подкаст у Антона оставим в описании. Может быть, там обсудим в том числе учебу, вот это вот направление. Может, ребятам будет интересно. Да. Ну, а у нас вопрос такой. Вот ты из Петрозаводска. Как тебя занесло в Олимпиады? Каково это? Ну, Петрозаводск, как бы, город, ну, все-таки это столица региона, да? Это все-таки, ну, достаточно крупный город. 500 тысяч, сколько там? Нет, там 270 тысяч. 270, да. Ну, все равно, все равно. Я учился в одно время с одним человеком, значит, Воронецкий Антон, по-моему. Егор Воронецкий. Нет, Егор Воронецкий, да. Он моего года выпуска, и он межнарник. То есть из Петрозаводска были межнарники. Но при этом он не то чтобы там где-то готовился, в смысле он просто вот сам по себе умный. Ну, и, соответственно, там в девятом классе победитель Всероссийской Олимпиады. Поэтому надо сказать, что Петрозаводск все-таки на математической карте присутствует. Притился, так сказать. Да, как бы межнарников далеко не каждый город выпускает. Но это было давно, и я так понимаю, что какого-то кружка прям большого, какой-то такой вот, ну, там, кружковой именно движухи математической особо нету. Возможно, я не знаю. Я знаю то, что у нас есть как минимум один кружок математический. Ну, такой, достаточно популярный. Но, честно, я туда ни разу не ходил. А, понятно. И при ВУЗе, то есть Петрозаводске государственной. Ну, то есть что-то есть на самом деле. Там тоже, да, есть какой-то кружок. Но нет, я туда не ходил. Вот меня занесло в Школково. Ага. А как занесло? В общем, я слышал про перечню Олимпиады еще в конце 10 класса. И думал то, что, ну, надо, надо, наверное, начать. Попробовать. Да, надо попробовать. Посмотрел какие-то видео на Ютубе. Даже на Фоксфорде. Тогда была возможность бесплатно курсы получать на Фоксфорде. Там промокод вводишь, неделя бесплатная, и потом снова промокод вводишь. И так постоянно бесплатный курс. Я там готовился к физике олимпиадной и к математике. Ну, как сказать, готовился. Просто смотрел вебинары, и все. Домашку почти там не делал. А осознание, то, что вот сейчас настал тот момент, когда я должен начать готовиться к Олимпиадам, это был июнь. 1 июня я тогда был на фестивале детства и юности. Он проходил здесь, в Москве. И я поехал туда от региональной команды «Большая перемена». Ну, «Большая перемена» — это такой... Да, нет, я слышал что-то про это. Кстати, вот на самом деле с этим тоже у меня какие-то вопросы будут связаны. Потому что есть какая-то сейчас вот эта вот движуха. Да, да, да. И она была, наверное, и в то время, когда я сам в школе учился. То есть, ну, там «Сириус», конечно, чуть позже образовался. Например, там есть всякие проектные смены, наверное, это что-то имеющее отношение к этому. Ты не был на проектных сменах? Проектные смены именно по математике? Нет, вот в «Сириус» я не был ни разу. А, там не было? А в «Артеке», да? В «Артеке», да, три раза было. Вот. Но ладно, это потом. Ну, это потом, да. Да, сейчас... Ну, вот начал я 1 июня после фестиваля. У меня какая-то такая заряд мотивации поднялся. И я решил то, что вот сейчас... Ну, я пришел в отель тогда. И сразу же, спонтанно, я просто тогда уже знал то, что олимпиадный курс запустился еще в начале мая. Да. Ну, вот. Там бесплатная неделя вроде была. Ну, да. Занимался на бесплатной неделе. Ну, вот пришел в отель и без задней мысли просто взял и купил курс. Годовой сразу. Да, сразу годовой. И тогда я даже не думал то, что вот буду готовиться. Ну, взял, купил и... А дальше оно должно само было пойти. Не, ну, диплом он сам должен прийти. Тут как бы вопрос, купил или не купил. Да. То есть, как бы купил курс, диплом получишь. А еще когда пишут то, что 89% выпускников Школкова получают диплом. Ну, да. Призера или победителя. Ну, среди тех, кто, да, проходил опрос действительно 2 года назад, у нас 89% взяли какой-то диплом. Хотя бы какой-то. Не обязательно тот, на который рассчитывали, просто какой-то. Это... Это прям подцепило. То есть, я вот вижу, ну, все, значит, я покупаю, и 100% беру диплом почти. Ну, статистика говорит об этом, да. Но тогда не было ограничения в 300 дипломов. Да. Оно появилось, как раз. В твой год появилось. Летом, да, в мой год. Это была отдельная боль, когда пришло это уведомление, то, что все, дипломы ограничили. Да. Ну, и получается, 1 июня ты решил, что все, занимаюсь, и буду, буду прям тащить. Да, буду ботать. Да. Подробнее расскажи, пожалуйста, как вообще выглядит обучение на моем курсе, потому что я этого не знаю с твоей стороны. Ну, как бы, я знаю, к чему мы стремимся, я знаю, что мы стараемся сделать, но как это в итоге выглядит со стороны школьников, да, и студентов, мне доподлинно неизвестно. Вот есть шанс это узнать. Ну, с учетом того, что я до этого курса не занимался так усердно математикой, то вот когда я пришел на курс... Было тяжело. Было реально тяжело. То есть вот больше 4 часов в день, это вот вебинары плюс домашки. Ну, это летом. Это, да, вот это начало, это июнь. То есть вебинары плюс домашки, все, я что-то посмотрел, и, ну, 4-5 часов, и все. И я дальше уже как-то тяжело переваривать начинается. Ну, конечно. И задачи вообще не идут. Ну, и не нужно, наверное, да. То есть я бы даже сказал... Нет, я бы сказал нужно. Нужно. Да, вот так каждый день все побольше, побольше, побольше. И вот где-то к июлю, к августу уже поднялось до 6-8 часов в день. То есть когда уже, ну, в целом и утром мог поботать, и вечером еще поботать, и, может быть, даже... Да и ночью. Ну, нет, сон, сон прежде всего. Нет, сон важная штука, да. Сон, я вот здесь... Говорит всегда на физтехе. Да, нет, на самом деле на физтехе я тоже приоритет первой сну отдаю. То есть это вот 7-7 часов минимум. То есть вот 7-7,5 это минимум я сплю. Даже если что-то не успеваю, ладно, потом там как-нибудь успею. Ну да, нет, со свежей головой, конечно, лучше подходить к делам, да. Вот, и потом вот стало чуть-чуть попроще. Но из-за того, что я мог там 4-5 часов в день ботать в самом начале, я не успевал догонять курс. То есть вот у меня были майские вебинары, там порядка 10 штук. Я думаю, ну ладно, сейчас к концу июня вот так вот догоню, а потом там, в принципе, и вольюсь в курс, и еще ЕГЭшку успевать буду ботать. Но нет, вот этот вот хвост, он тянулся у меня до августа. Потом в августе я где-то догнал. В какой-то момент, это буквально на неделю было. И потом стартануло ЕГЭ, и все, и полетело. А, ты еще к ЕГЭ готовился параллельно, чтобы не забраться? У тебя были русские, наверняка, физика была. Ну и вообще химия еще была, но с химией это отдельная история. Я в итоге сдавал три экзамена. Вот, от химии отказался после того, когда я взял диплом по математике. А, ну вот так вот. Вот, возможно, потеряли великого химика, все благодаря диплому. Так что задумайтесь, уважаемые организаторы, да, может, еще поменьше немножко дипломов давать. Там больше будет людей на других направлениях учиться. Да, и в целом, ну, было тяжело. То есть, если совмещать олимпиадный курс ЕГЭ, то прям очень много времени уходило. Вот, но у нас были ребята, то есть курс это все-таки сообщество. Да. И вот с ребятами мы объединялись, вместе отборочные этапы писали. Вот, и дальше познакомились, и вот до сих пор общаемся. Да, как вы там называетесь? Ну, это дурка. Ага, дурка. Да, такое специфичное название, конечно. Ну, в тему, да. То есть там, когда отборочные решаешь, либо когда заклопишешь. Вот. На чем я остановился? Ну, на том, что, видимо, вот это сообщество, оно как-то мотивирует. Да, я хотел сказать то, что, ну да, во-первых, сообщество мотивирует, а во-вторых, были ребята у нас, которые, ну, подзабили на ЕГЭ, и в основном только вот Олимпиады, сделали ставку, так сказать, на полную, то есть на Олимпиады. А я такой достаточно аккуратный человек, и вот люблю гарантированно, потому что вот ЕГЭ, если готовишься, то это гарантированный способ. Ну, 90 плюс, наверное, можно гарантировать прям почти всегда. Да, ну, не почти всегда, конечно, но вот 80 плюс, я думаю, так можно сказать. Ладно, 80, наверное, да. Да. Ну, 90 плюс зависит, наверное, немножко еще от того, чем ты в 9-10 классе занимаешься. То есть если в 11 классе совсем с нуля, ну, может быть, 90 можно и не успеть. Ну, и 80 плюс действительно можно. Но, опять же, да, для того же самого физтеха, наверное, есть очень большая разница между 90 и 100 в плане баллов, вот в плане поступления. Да. Вот есть вузы, да, где, ну, это решает вот эти вот 10 баллов, поэтому, наверное, когда там 100 баллов или БВИ получаешь, ну, как бы это тоже, оно того стоит. Вот, кстати, я часто говорю, что оно того стоит в плане обучения дальше в университете. Вот помогает ли вообще как-то то, что ты занимался на курсе сейчас в учебе, на первом курсе? Может быть, не в самой там, да, конкретно, что там вы проходите что-то такое, что мы проходили на курсе, а в целом как-то с организацией тоже учебы в УЗе? Как это вот работает? В целом, ну, конечно, помогает. То есть без олимпиадного курса, если бы это только ЕГЭ было бы, но, насколько мне известно, Максим Олегович, ну, побольше, чем ЕГЭ дает. Ну, конечно, да, ну, наверное, 120%. Ну, вот, да, ну, только с курсом ЕГЭ было бы тяжело. То есть все-таки какие-то олимпиадные вещи, они проявляются, и вот те же преподаватели физтеха, они упускают вот эти вот объяснения, ну, потому что к ним пришли студенты, которые, ну, по идее, должны были знать это. Вот, и вот такие моменты есть. Ну, и в целом задачки уже не типизированные, то есть не как в ЕГЭ, а это вот просто задача, вот реально как на Олимпиаду пришел, вот у тебя сборник задач, вот как на Олимпиаде. То есть ты сидишь, думаешь, пытаешься что-то придумать, но, конечно, перекос все-таки в технические задачи. Ну, конечно, да. Вот, но все равно мы даже к перечням уже готовились. Да, да. То есть там тот же физтех писать, это вот хорошая подготовка к таким вот... Ну да, как будто бы мы как раз к более техническим и готовились, да. Но все равно не забываем про разные идейные задачи, потому что это голову тоже хорошо развивает. Так, ну, смотри, получается, ты с 1 июня начал готовиться. Давай так, вот про входные данные попробуем выяснить, потому что, ну, ты не с обычной школы, с какого-то лицея. Наверное, лицей, я так понимаю, один из лучших в городе. Да, в Карелии. Он математический? Я бы не сказал, он больше гуманитарный. А, больше гуманитарный. Ну, то есть по математике, ну вот можешь ли ты, например, с текущего своего там знания, да, там, с первого курса физтеха, уже там сдавшийся сессию, оценить как-то вот свой уровень? То есть он выходил за рамки школьной программы, или это была вот чисто пятерка в школе, или, может, там, еще что-то? Это была чисто пятерка в школе. Ага. И, ну, окей, наш лицей, он считается, то есть это лучшая школа Карелии. Вот, мы просто даже с... Поступайте, поступайте. Поступайте. Переезжайте из Москвы в Карелию. В Петрозаводск. Да, в Петрозаводск и лицей номер один. Легко запомнить. Вот в Москве вы учитесь в какой-нибудь школе, там, не знаю, четыре цифры надо помнить, а в Карелии надо помнить одну. Да. Чувствуете, да, что оно того стоит? Переезжайте в Карелию. Да, и в целом, на момент поступления на курс, ну, знание, вот, пятерка в школе, и пятерка в школе, ну, это вот, десятый класс, мы решали Иго. А, вы уже в десятом классе? Да, то есть, вот, это примерно вот во всех школах. А Иго писал в десятом классе, в плане какие-то пробники? Да, что-то писал, но это в районе 60 баллов, может, 50-60 баллов, вот такое. То есть, это далеко не математическое мышление. Ну, как, у меня был какой-то опыт школьного, муниципального и региона Всероса. Но прикол в том, что регион Всероса часто не проходит. То есть, вот муницип прошел, муниципальный этап, и количество человек, которые набрали больше половины, их просто не хватает, чтобы на региональный этап отправить. Это вот так в регионах. И смотрели, кто там больше набрал, и вот отправляли. То есть, без какой-либо подготовки, я вот два раза писал регион по математике. Ну, даже три. То есть, это девятый, десятый и одиннадцатый классы. Ага. Ну, в принципе, я думаю, что во многих регионах, ну, там, за исключением примерно десятка, которые показывают стабильные результаты на Всероссийской Олимпиаде, примерно так и устроена жизнь, что просто людей, которые справляются с заданиями муниципального этапа, действительно может не хватать для того, чтобы организовать региональный этап. И на тех же вот муниципальных этапах это знание просто... Это какой-то логикой решалось. Ну да. То есть, это просто расписывал задачки, можно сказать, текстом, без формул, не зная всего того, что было на курсе. То есть, я бы назвал свой уровень, ну, окей, средний уровень для школы, может, Москвы, и там, чуть выше среднего для школы региона. Не, ну, в целом, 60 баллов, условно говоря, ЕГЭ, мне кажется, достаточно неплохой показатель в плане вот там, ну, легко проверить, да, вы можете легко себя сравнить, там, написав пробник ЕГЭ, посмотрев, как вот-вот вы решаете задачи оттуда. И то есть, да, мы начинаем тогда с уровня, значит, 60 баллов ЕГЭ, и было тяжело. Да. Да, ну, в целом, ну, наверное, должно быть тяжело. Я, наверное, когда, ну, сам планирую примерно, да, там, запускаю курс, я рассчитываю на то, что, ну, у вас там плюс-минус пятерка, наверное, все-таки в школе по математике, и хорошо, если в 10 классе начинали думать про подготовку к ЕГЭ, да, потому что сильно проще тогда какие-то темы пойдут. Вот, но, правда, с этого года у нас еще и отдельно для девятого, отдельно для десятого класса будет курс. Делись тут секретиками. Вот, действительно, ну, как-то решили, что можно для девятого еще немножко спустить, ну, как бы за счет того, что готовится не год, а два, можно там ту же тригонометрию там более медленно пройти, просто с меньшей немножко нагрузкой. Вот, поэтому тоже это, может быть, как-то облегчит жизнь. Да, но в своем видео я говорю то, что это с нуля до победителя Олимпиады. Ну, там реально же с нуля. То есть, это реально вот с нуля. То есть, никакого опыта прежде не было. Вообще понимания, что такое перечня Олимпиады, ну, не было. То есть, опыта куда-то поехать из своего города и написать Олимпиаду. Ну, кстати, поехать, да? То есть, наверное, Петрозаводск не тот город, где много, что можно написать. Да, то есть, вообще... Вообще, в общем, у нас можно было две Олимпиады. Две Олимпиады. Два закона. Из всех 15, либо 16, да, тех, которые проводились. Да. Онлайн что-то проводилось? Да, онлайн. Да, да. «Шаг в будущее» онлайн тогда проводился. ИТМО, открытая Олимпиада, я знаю, проводилась. Бельчонок. Да. Бельчонок. Ну, и что-то еще. Какие... Ну, все равно много куда приходилось ездить. То есть, я ездил, вот я насчитал то, что за 23-й год я 53 раза в поезде был. Ну, это... Так. Это вот в основном Олимпиады. То есть, это поездки вот на заключительные. Это вот Москва. В Зеленограде я побывал. Это вот рядом с Москвой. А Питер не ближе? Питер тоже. Просто в Питер не очень удобно. Там поезды неудобные. Но формально, наверное, ближе. Ну, формально он ближе, да. То есть, просто удобнее в Москву было ездить. На некоторые заклы. Ну, и я так понимаю, что все-таки, к сожалению, это за свой счет ты ездишь. Да. То есть тут... Я думаю, можно было что-то написать. По-моему, ПВГ... В Министерство образования и спорта. По-моему, вот ПВГ, по крайней мере, когда-то было, что оплачивают. Да, да, вот ПВГ... Поэтому, кстати, не так много людей приглашают. ПВГ оплачивают и проезд, и проживание. Да, да, да. Это, конечно, круто. Ну, и там было бы, на самом деле, неплохо, конечно, чтобы остальные тоже об этом задумались. Но тогда, я боюсь, что могли бы приглашать просто примерно столько же людей, сколько на ПВГ. Сколько там? 250-300 человек. Может, даже меньше. Ну, да. Вот, это как бы дипломов столько может быть на Олимпиаде. Поэтому, да, Олимпиада ПВГ, на самом деле, такая штука, что пройти туда сложнее, чем написать на призера. И вообще отбор немножко превращается в такой чемпионат по чистописанию. Тебе сколько баллов не хватило? Мы тут обеседовали. На самом деле, да, да, да. У меня было 88 баллов за отбор. Да, и 100. Проход был 89. Ага. То есть, это один балл. Но были случаи, то есть, там очень многим ребятам ставили 88 из 100. И достаточно было написать апелляцию. Хоть что-нибудь. Нет, даже вообще, даже не указывать. Просто написать, я не согласен с выставленными баллами. И у нас двум ребятам с 88 баллов подняли до 100. Просто за то, что они написали апелляцию, что я не согласен с выставленными баллами. Ага. Интересно, интересно. А там была онлайн-форма, и, в принципе, ты не мог посмотреть, где у тебя ошибки. То есть, они никакого фидбэка не давали по Олимпиаде. Поэтому все, что ты мог написать, я не согласен с выставленными баллами. Да. И так поднимали. Интересно. Ну, хорошо. Про подготовку в целом, наверное, как бы, ну, понятно. Ну, берете, просто выделяете кучу времени, да, и как-то готовитесь. Были ли моменты, когда что-то, ну, вот на курсе я рассказываю на вебинаре. Ты онлайн смотрел всегда или... Нет, вот как раз-таки онлайн я очень быстро перестал смотреть. Ага. Вот с июля я смотрел только в записи. И как? Ну, типа, а если что-то не понял или не было такого? Если что-то не понял, то, опять же, вот сообщество. Да. Либо ментор. Ага. А, ты с ментором занимался? Да, я с ментором. Вот у меня Кирилл был. Ага. Либо Кириллу писал, либо ребятам скидывал задачку и спрашивал. Да, ну, если что, тебе чуть-чуть не повезло, мы кураторов на следующий год открыли на олимпиадном направлении. Поэтому сейчас, если что-то непонятно, то вы можете кураторам еще написать. Вот, там, на тарифе с ментором, например, кураторы тоже идут бесплатно. Да. Ну, и плюс в записи это на 2х ставишь некоторые моменты. Ну, да, да, да. Понятно, что то, что тебе попроще, то, что понять не так, конечно, можно быстрее где-то, наоборот, остановиться, отмотать. Статистика говорит о том, что 90-95% учеников смотрят в записи вебинары. И поэтому я сейчас больше, когда веду, на самом деле стараюсь думать про то, чтобы это было смотрибельно в записи. Чтобы вот как бы не слишком много времени уделять разговору с чатом. Хотя, конечно, иногда очень хочется с вами поговорить. Вот. Но ради, так сказать, будущих поколений, кто будет смотреть это в записи, приходится поменьше. Так, и готовился, готовился. Потом начал ездить на Олимпиады. Да. Все ли сразу получилось? Нет, конечно. Я, ну, то есть у меня позиция была то, что, окей, у меня нету какого-то опыта в Олимпиадах. Я не знаю, какие Олимпиады я в принципе могу написать. Поэтому я буду писать все. Ага. Ну, важно Олимпиады третьего уровня писать, потому что почему-то некоторые думают, все, первый, второй. Я там вот начну сейчас готовиться, затащу обязательно Олимпиаду первого уровня. Ну, это немножко не так работает. У вас таких умников, ну, как бы чуть больше, чем дипломов дают на Олимпиадах. Это правда. Вот. После этого, когда прошел, ну, то есть отборочные этапы было не так сложно пройти. Скажем так, не так сложно пройти отборочный этап, если действительно хотеть это сделать. Верно. И, окей, прошли отборочные этапы, и на Заклы я уже начал ездить, ну, вот на каждый. То есть первый Закл это был еще в 22-м году, в декабре. Это от юной математической школы была Олимпиада. Ага. Устная Олимпиада. Да, я съездил. Ну, это такая, это вот-вот. Это достаточно сложная. И еще классическая Олимпиада. Да. Я съездил на эту Олимпиаду. Да, еще и устная. Я съездил в Москву на эту Олимпиаду, решил одну задачку. Ну, кстати. Ну, то есть, ну, там... Хотя бы одну все-таки. Ну, вот тут, наверное, очень правильно нужно относиться ко всему. Да, то есть, во-первых, в целом к подготовке к Олимпиадам важно относиться не только как гарантированно получу диплом, да, но и все-таки скорее гарантированно получу какие-то знания, которые в дальнейшем точно пригодятся, да, там, подготовки к ЕГЭ, обучение в ВУЗе или там навык тому, чтобы самостоятельно сесть что-то делать. Это тоже, мне кажется, это вот многие могут недооценивать, а на самом-то деле очень сильно повышается такая вот самодисциплина, умение взять и вот действительно много времени уделить обучению. Да, это правда. Но действительно, если вы ограничены, скажем так, в возможностях ездить на все-все-все Олимпиады, ну, придется что-то выбирать, и, пожалуй, Олимпиада ЕМШ – это вот точно то. Что при любых имеющихся ограничениях, скорее всего, стоит пропустить, да, если вы не уверены в том, что вы вообще рассчитываете на диплом классической Олимпиады. Так. Ну, да. Ну, тут понятно, да, просто разные возможности, очевидно, есть у людей, и тоже зависит от того, куда ехать, да, насколько это далеко. Вот. Так, значит, начали с Олимпиады ЕМШ, получили опыт. Я бы добавил даже то, что отношение к Олимпиадам изначально было как дополнительная возможность, то есть я вот сказал то, что я аккуратный человек и люблю гарантированный вариант, поэтому я достаточно много времени уделял на ЕГЭ. Да. Собственно, это, возможно, и повлияло на то, что я взял открытие. Ну, да, я могу сейчас раскрыть эту тему. Вот. А к Олимпиадам я относился изначально, то есть вот как дополнительно. То есть, ну, получится, ну, хорошо. Не получится, значит, я точно напишу хорошо ЕГЭ. Ну, да. Вот такая позиция. И поэтому каждый закл, который у меня не получался, а не получалось очень много, то есть не получалось там в районе 12 или 13 заклов, ну, это спокойно проходило. То есть я знал то, что, ну, окей, не получилось, ну, посмотрим, на следующий пойдем. Подготовимся к ЕГЭ получше. Вот. И, собственно, вот к ЕГЭ я готовился, наверное, вот половину от времени. То есть я вот на курсе по физике с Артемом Витальевичем, по русскому с Татьяной Александровной и еще вот по химии. Ага. Но по химии я вот... В итоге решил не сдавать, да, после того, как диплом получил. Да. А какая-то по счету была Олимпиада, где вот диплом? Она вроде... Ну, она была вторая. А, вторая. Она была вторая, но известная о дипломе стала там где-то в середине. Конечно, конечно, тоже после всех, наверное, этапа заключительных. Да, ну как, не после всех, а после половины где-то. Ну, да, да. Вот так. Ну вот, и, в общем, я много времени уделял ЕГЭ. Да. И поэтому на курсе я успевал прорешивать только вот половину курса. То есть к декабрю я, ну, может быть, к ноябрю, к декабрю я закончил только вот полностью летнюю часть. А после лета пошло повторение. Да, да, немножко. Вот, и вот как раз-таки я когда... Ну, это, наверное, ноябрь был. Я закончил вот только лето полностью. Ага. И потом вот пошло повторение, и вот из повторений я где-то сделал, ну, только вот... Ну, там и новые, и повторения было, да? То есть там что-то было перезапуск, что-то было нового. Ну, да, да. Но глобально из домашек я успел сделать только половину. То есть из всех домашек, которые были, только половина. Ага. Вот, и этого хватило. Да, да, да. Ну, понятно, что тут все равно, да, как бы никто ни в какой момент не может гарантировать диплом. Да, если вам кто-то гарантирует диплом, то вас пытаются обмануть. То есть гарантировать можно определенные знания, которые вы получите. А как вы им распорядитесь, хватит ли вам, да, там, и самодисциплины, и, ну, удачи в конце концов, да? Потому что от этого тоже очень многое зависит. Хорошо. А вот если говорить не только про подготовку к Олимпиадам, а в целом про то, чем ты еще занимался. То есть ты же, получается, в Артек ездил. Это «Большая перемена» это, да? Да, это конкурс «Большая перемена». Да. Вот там финал проводился в Артеке. И еще я вроде видел, чем-то в школе активным занимался, да? Да, мы развивали совет старшеклассников. Ага. Вот я был во главе этого совета старшеклассников. Вот. Ну, полностью там, конечно, длинная история, как я его формировал. Ага. Но, в общем, в начале года очень хорошую рекламную кампанию провел. Ага. И в него вступило там порядка 50 человек. Ага. Вот. И вот эти 50 человек мы на протяжении всего года работали. Там провели в районе 30 школьных мероприятий. Это вот если вдруг кто-то хочет пожаловаться на жизнь, да? Сказать, что у меня большая нагрузка. Вот Антон решил, ну, мне не хватает нагрузки, сейчас еще чем-нибудь догружусь. На самом деле, ну, очень тяжело без какой-либо секциальной активности. Ну, вот лично мне. То есть, это либо был совет старшеклассников вместо учебы, либо это был спорт. Ага. Вот. И как раз... Какой спорт? Спорт чисто в зал. То есть, в спортзал сходить, развеяться, ну, и на плавание. То есть, может быть, либо плавание, либо спортзал. Вот. И как раз-таки, когда я вот уставал, то есть, когда уже вроде как ничего не идет, никакие, ну, никакие задачи не решаются, вот лучшее решение – это вот пойти позаниматься спортом. То есть, просто идете и занимаетесь спортом. После этого вообще мозги обновляются. Ну, да. Отдыхаешь. И вот такая фраза, то, что спортзал важен в тот момент, когда больше всего не хочется в него идти. Вот. Да. Тогда он больше всего пользы принесет. Ага. Не, ну, я тоже, на самом деле, стараюсь как-то в последнее время особенно совмещать нагрузку, собственно, с преподавательской деятельностью, с там, с походами в спортзал, с какими-то еще занятиями. И как-то оно так даже проще выходит. То есть, там, в этом году на всех интенсивах, тем не менее, не забрасывал остальные дела. И как-то оно легче прошло, надо сказать. Да. Так что не забывайте, на самом деле, что можно как-то переключаться между разными занятиями. Даже в ущерб домашкам. То есть, я не только на олимпиадном курсе не успевал, но я еще и на ЕГЭ тоже не успевал. Ну, да, да, да. Из-за того, что в школе еще надо как-то... А вот, кстати, такой вопрос, да, вот как это вообще все со школы еще совмещалось? Да. А с учителем математики, ну, то есть, отношение учителей вот конкретно к вам в школе очень важно. Потому что, вот, например, с учителем математики я договорился то, что, окей, я буду писать самостоятельные работы и какие-то контрольные вместе с классом. А в остальное время, когда ребята что-то решали, я садился на последнюю парту, надевал наушники, и вот как раз-таки листочки с курса прорешел. Ну, то есть, он лояльно относился к этому, понимал, что ты там готовишься к олимпиадам, не занимаешься ерундой какой-то. Да, и, ну, вот, кстати, самостоятельные и контрольные подтверждали то, что я не дурак, а там на задней парте валяю, а что-то и делаю. Ну, вот, с другими учителями, ну, тоже где-то там договаривался, как-то крутился. Домашние задания на переменах делал, то есть, вот, то есть, основное время оно уходило все равно, вот, я пришел со школы, и это вот начиналось с школкого. То есть, начинались вебинары и домашки. Ну, да, да, но это как бы понятно, что мы сейчас говорим не только про курс олимпиад, но и про ЕГЭ. Три курса ЕГЭ, по сути. Да, ну, даже четыре. То есть, с химией. Ну, я имел в виду, скорее, да, 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 три без математики. Да, три без математики. Ну, и к ЕГЭ по математике я вот не брал, конечно, отдельный курс, потому что вот на перечнях олимпиадах полностью вот покрывались темы. Ну, да. А перед самим ЕГЭ за месяц... Ну, там чуть-чуть что-то вспомнил. Тема и какие-то основные методы для паралитров. Там на щелчке можно даже просто что-нибудь. Да, на щелчке я тоже посмотрел. Но в целом мне было достаточно 75 баллов, чтобы подтвердить. Ну, просто подтвердить, да. Да, но все равно хотелось, конечно, по максимуму набрать. Ага, а сколько у этого получилось? В итоге 88 получилось. Ага. Ну, то есть, понятно, что ты не особо на это как бы упор уже делал. Ну, да. Вот упор делал на физику и на русский. Вот там оба по 97. Нехило. Нехило. Ну, то есть, и поступал, соответственно, 97 плюс 97 плюс 100. На самом деле, вот конкретно на нашу программу... Ну, то есть, я мог вот в сумме без Олимпиады плюс индивидуальные достижения у меня 290. Вот в МФТИ. Да. То есть, 282 это просто суммарно, плюс у меня 8 баллов дополнительные было в МФТИ. Ага. Ну, вот. Ну, я решил, ладно, там вот как раз-таки из третьего уровня, из победителей, вот только финашка. Вот только миссия выполнима, я не знаю, каким образом, может быть, это вообще ошибка была в листиках, но вот именно она давала бы выи. Вот. А. Из третьего уровня только победитель этой Олимпиады давал бы выи. Даже призер второго уровня не давал бы выи, только победитель второго уровня. И вот как-то туда затесалась вот эта финашка. Собственно... Нет, ну, уважаемая Олимпиада, будем честны, по факту. Олимпиаду уважают. В принципе, ей в будущем году, я слышал, будет присвоен нулевой уровень. Да. Выше всех Олимпиад вообще. А, ладно. Поэтому, как бы, обязательно участвуйте. Очень хорошая, ценная Олимпиада. Да. И на самом деле о своем факультете я узнал только благодаря вот этой Олимпиаде. То есть, до этого я понятия не имел о том, что в МФТИ есть такой факультет. Я даже какое-то время на ФОПФ собирался поступить. Ага. Вот. Вот это, конечно, такое сильное решение. Не, ну, хорошо то, что меня отградило от ФОПФа вот это вот мой бизнес-бакалавриат. Потому что вот как раз-таки я долго могу рассказывать, как вот курс вообще повлиял на меня. Но глобально вот Олимпиадная математика позволила понять то, что я не хочу вот именно в науку. То есть, я не хочу прям целый день заниматься какие-то, ну, прям тяжелые задачи решать. А это, кстати, важно понять до поступления в ВУЗ, наверное. И я не понимал, куда я хочу. То есть, я не понимал, то есть, я писал Олимпиады. Я думал то, что я пойду в МГУ на факультет науки материалов. Вот поэтому я химию учил. А Олимпиады, ну, я думал, ладно, там, ДВИ. У математики есть в МГУ. Думаю, ладно, первый или во второй уровень возьму, там, 100 баллов за ДВИ получу и пойду в свой МГУ. Но как раз-таки, когда я начал вот усердно учиться, то есть, это именно Олимпиадная математика плюс ЕГЭ, я понял то, что, ну, нет, я не вывезу такую учебу, вот прям научную. И я посмотрел на свой прошлый опыт, то, что я... И какие-то социальные активности у меня были, и вот совет старшеклассников. Ну, да, что-то с бизнес-направлением может быть. Принимательством как-то там с 13 лет вообще знаком. Вот. И понял то, что да, надо мне все-таки куда-то вот на бизнес-направление. Я полностью отказался от каких-либо технических. Изначально собирался в высшую школу экономики московскую на управление бизнесом. Как раз-таки БВИ тоже давал, вот Олимпиада. Но потом получилось выиграть грант в МФТИ и Сколокова. Неплохо, неплохо, да. Ну, по-моему, ролик, кстати, выходил, да, вроде бы, про этот грант. Наверное, в описании, если что, оставим, так что можете тоже посмотреть. В целом, заходите, смотрите. Да, очень много интересного контента и полезного. Да, причем полезного больше вот именно, если вы там заканчиваете, например, 11 класс, сейчас думаете про какое-то обучение, наверное... И для 10-го тоже, как подготовка к ЕГЭ и к Олимпиадам. Ну, ладно, с ВУЗом понятно. Я думаю, что, на самом деле, очень у многих такая ситуация, что в 11-м классе тяжело вообще знать, кем ты сейчас там через год, куда будешь поступать. Вот, поэтому, тем не менее, это не мешает готовиться и заниматься Олимпиадами, да. Если вернуться немножко к самим Олимпиадам, то есть, получается, вот мы выяснили, первая Олимпиада была ЮМШ, а вторая, это уже была, если выполнимая, твое призвание финансист. Не забывай про это. И, ну, вот ты получил в итоге диплом победителя этой Олимпиады. Ты вообще как-то осознавал? Ну, а результаты, если что, приходят там, ну, типа, через месяц, полтора, может быть. Было вообще понимание, что будешь победителем этой Олимпиады? То, что буду победителем, конечно, нет. Но было ощущение то, что задач должно было хватить на призера. Но так получилось то, что следующая Олимпиада, межведомственная Олимпиада, она проводилась, и там тоже достаточно простые задачки были на заключительном этапе. И у меня тоже получилось много прорешать. И интересный момент был то, что результаты межведа пришли чуть раньше, чем... И там при этом не получилось. И при этом там не получилось. То есть там были простые задачи, я набрал много баллов, но при этом диплома я не получил. И тут я думаю то, что... Это вот может быть такой звоночек, и ты такой уже... Я думаю то, что там я тоже много прорешал, и нормально. То есть на призера минимум, может быть, в лучшем случае на победителе. Но ты при этом понимал, что в смысле, что не лажу, да? Да, и то, что там нормальный результат, но вот после этого момента, после межведа, у меня закрадывались сомнения. А если я столько прорешал, то, скорее всего, остальные-то тоже столько прорешали. Ну да, да. И, возможно, вообще у меня не получится там призера взять. Вообще тяжело всегда оценить, как бы, как еще написали остальные. Я знаю, что многих ребят бывает... Ну, я-то сам тоже когда в Олимпиадах участвовал, там спрашиваешь своих знакомых, а каждый там второй решил столько же или больше тебя. И ты такой думаешь, так, блин, стоп, вообще хороший ли у меня результат? Потом, правда, оказывалось, что, ну, как бы, у тебя просто такое окружение, что вы все уже победители. Вот. И поэтому было нормально. Но, как бы, так немножко, да. И я боролся за баллы. То есть я помню, апелляцию писал. И про апелляции это вообще отдельная тема. Так, но мы уже узнали, как ПВГ апеллируют. Да. Отборочные. Ну, вот, например, на Финашке, на миссии выполнимой, я написал, я там взял жуткую производную на полтора листа. Ну, как бы, решил задачу в лоб, так сказать. То есть там никакого метода не вспомнил, просто в лоб. И посчитал правильно, но поставили только полбалла. А как-то это аргументировано было или непонятно? Вот как раз-таки, когда я первую апелляцию подал, мне аргументировали то, что там, что неполное решение сказали. Хотя оно было полное. Я вторую, то есть я апелляцию на апелляцию подал. Ну, такое не предусмотрено, конечно. Но я им написал то, что вот я выделил, в общем, цветом, то, что вот в этом месте я написал, то есть сослался. Еще прикрепил скриншот с Вольфрама, то, что, ну, в принципе, все правильно. Ну, вот, отправил, мне не отвечали. Я потом еще, в общем, упорство. То есть несколько писем надо было отправить. И мне ответили в итоге. Но тогда уже были известные результаты. То есть там предварительные уже были известные. И мне сказали то, что, ну, в принципе, вы и так уже победитель. То есть вы хотите точно дальше там разбираться. Но я сказал, ну, ладно. Но в целом, я бы, думаю, не подняли. Та же самая история на Росатоме была. Там была задача, приведите пример многочлена. Я привел пример многочлена. Ну, то есть я тоже в лоб начал решать. И просто перебором нашел этот многочлен пятой степени. С какими-то определенными коэффициентами. Он полностью правильный. Но я даже описал, как я его искал, то есть подбором. Но все равно поставил только 0,5 баллов. Из двух. Да, из двух. И, собственно, этого мне не хватило для призера Росатома. То есть у меня 6,5 из 8. Если бы за эту задачу полный балл поставили, я был бы призером вот второго уровня. Вот. Написал апелляцию. Но мне сказали то, что у вас нет решения. То есть это как бы подбор типа не решения. Это, конечно, отдельная история, да, почему некоторые олимпиады вот так вот формулируют. Ну, потому что если вас спрашивают, найдите пример многочлена, то, конечно, мы понимаем, что все, пример и проверка, что он подходит. Это должно быть полным решением задачи. Да. То есть это как бы очень странная ситуация, когда так оценивают. Но что есть, то есть. И вот так. То есть на Росатоме мне не хватило полтора балла. Ну, как бы по факту был бы диплом. На остальных олимпиадах тоже, то есть там буквально нескольких баллов не хватало до призера. Но одна выстрелила, и это уже хорошо. Ну да, это главное. Это как бы сильно успокаивает. Да, но главное вот упорство, то есть очень много как-то работы, и плюс много попыток. То есть участвуйте, вот главное участвовать у всех. Много попыток. Это, по-моему, ну такое очень важное преимущество олимпиад над ЕГЭ. Потому что на ЕГЭ, ну несмотря на то, что ты занимался олимпиадами, да, все равно 88 баллов, там не 100. Не 100. Ну и как бы, ну понятно, что может быть так относился чуть уже, ну как бы уж 75 плюс точно наберу. Но все равно могло бы, наверное, что-то и не сойтись. Ну прям вот на 90 плюс. Поэтому то, что у вас куча попыток на олимпиадах, ребят, это очень-очень важно. Это большой плюс. И как бы обязательно этим пользуйтесь. Ну что, на этом, наверное, будем прощаться. Большое спасибо Антону. Напишите в комментариях, тоже поблагодарите. Не забывайте про то, что, ну как, вторая часть, первая часть, не знаю. У нас будут немножко все-таки разные темы подкастов. Но также выйдет на канале Антона. Ну и также жду ваших вопросов и мыслей по поводу того, с кем еще поговорить. Какие темы интересно будет раскрыть. Всем пока. Всем счастливо. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok